Ну и незаменимых, как мы знаем, нет. Владимиру Путину предложили новых кандидатов на пост детского омбудсмена. Среди тех, кого в качестве преемников Астахова заявил совет по правам человека, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза Имена, она ранее вывезла детей из Донбасса и сейчас тоже работает в Донецке. Другой кандидат Елена Тополёва-Солдунова, член общественной палаты, она уже рассказала, что готова занять пост, если это будет необходимо. Тополёва-Солдунова входит в экспертный совет при правительстве Российской Федерации. Ну а замыкает тройку претендентов на пост детского омбудсмена, глава Союза добровольцев России Яна Лантратова. Она уже входит в совет по защите семей и традиционных ценностей. Он создан как раз приуполномоченном по правам человека. Ну и на прямой связи с Лайфом одна из кандидатов на пост детского омбудсмена Яна Лантратова, член Совета при президенте по правам человека. Здравствуйте, Яна Валерьевна. Ну прекрасно мы все понимаем, что человек, который претендует на этот пост, должен обладать просто беспрецедентным авторитетом в вопросах семьи, материнства и детства. Вот как вы себя видите, скажем так, ну если у вас удастся попасть на этот пост, как вы себя видите на нем? Вы знаете, ну прежде всего я хочу поблагодарить Совет по правам человека за то доверие, которое они нам оказали. Все кандидаты, которых выдвинул Совет, являются очень достойными людьми, которые имеют очень серьезный опыт в правозащитной деятельности и, на мой взгляд, могут выполнять эту должность уполномоченного по правам ребенка. Но, на мой взгляд, пока еще совсем некорректно обсуждать те кандидатуры, которые будут на этой позиции. Потому что пока еще официального документа о том, что Павел Алексеевич Астахов ушел, его пока еще нет. Мы можем пока сейчас говорить о том, какими качествами должен обладать уполномоченный по правам ребенка. На данный момент в комиссии по общественному контролю Совета по правам человека у нас находятся данные о 14 регионах России. Это 14 страшных историй жестокого издевательства над детьми в детских учреждениях. Вы помните историю, которая, кстати, благодаря в том числе и лайфу была известна публике. История Забайкальского края, где мальчика посадили в мешок, унесли в лес, переодевали в женскую одежду, избивали. Мы добились возбуждения уголовных дел в Забайкальском крае. Свыше 20, если не ошибаюсь, уголовных дел было возбуждено. Такая же история в Свердловской области, в специализированном школе в Ревтинском. История в Республике Дагестан, Республике Морел. 14 историй, когда жестоко относились по отношению к детям. Практически во всех случаях нам удалось добиться возбуждения уголовных дел. Кроме этого, нам удалось за время работы вернуть детям, сиротам порядка 37 квартир, которые отнимали путем того, что детям делали уколы психотропными препаратами, лишали дееспособности, отнимали государственные квартиры. Мы создали систему мониторинга, когда те добровольцы, которые на земле работают с детьми, которые занимаются сопровождением детей как во время обучения в их учреждениях, так и после выхода из учреждения, собирают вот эти факты, как живет ребенок, какие у него проблемы. Ну вот видите, а вы говорите сложно. Вы уже работаете, у вас уже получается, потому что список действительно можно продолжать бесконечно. Но а в целом, вот вы как оцениваете ситуацию сейчас? Стало ли хуже или стало лучше? Потому что действительно истории изо дня в день, какие-то все более и более леденящие кровь. Вот вы как считаете, что именно может помочь справиться с таким этим делом? Всеобщее обсуждение, либо наоборот скрытое расследование, для того, чтобы остальные не узнали, каким образом можно над детьми издеваться? Вы знаете, что самое важное и чего сейчас не хватает? Недостаточно только реагировать на то, что произошло. Важно заниматься недопущением подобных случаев. А это можно сделать только с помощью гражданского общества. То есть сейчас мы в рамках комиссии разрабатываем не только законодательные инициативы, методические рекомендации, как нужно этим заниматься, какой права и ответственность тех людей, кто будет проходить в эти учреждения. И самое главное, как мы можем помочь этим людям этим заниматься. То есть важно заниматься профилактикой. Но еще почему-то у нас не выстроена система, в том числе и реабилитация тех детей, кто пострадал. Они столкнулись с серьезными психологическими травмами. Им нужно помочь. А кроме этого, важно работать с семьями, чтобы семьи не попадали в трудную жизненную ситуацию. Чтобы семьи не распадались и дети не оказывались в детских учреждениях или на улице. Это тоже очень серьезная работа. И ее, к сожалению, не хватает. Но вот как правило, получается, что мой дом, моя крепость. И поэтому не выходят такие истории, как правило, за пределы. Ну не любят наш народ выносить ссоры из избы. Ну а в итоге получается, что домашнее насилие. И узнают, когда уже позже. Вот вы говорите про филактика, но у нас же пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Нет у нас на самом деле такого инструмента, который позволял бы действительно объективно следить за тем, как с ребенком обращаются дома. Вот сейчас, например, инициатива есть с камерами ходить в семьи, в которых есть дети, и проверять. Чтобы потом можно было доподлинно подтвердить, скажем так, картинкой, что же происходило. Вот вы как к этой инициативе относитесь? Вы знаете, я считаю, что вмешательство в дела семьи – это тоже очень опасная вещь, которая может привести не к очень хорошим последствиям. Есть множество систем и проектов, как можно работать с семьями, чтобы помочь. И мы, кстати, организовывали такой проект. Если будет интересно, я как-нибудь с вами поделюсь этой информацией. Но я не согласна, что нельзя выстроить систему профилактики. Ее можно выстроить. И есть механизмы выстроить и не допустить подобных случаев. Они есть. И сейчас как раз наша комиссия занимается разработкой этих проектов и механизмов. И результаты ей уже дают знать о себе. Кстати говоря, благодаря тому, что люди рассказывают о том, что происходит, и есть система профилактики, нам удалось выявить факты о 63 случаях насилия в отношении в том числе детей, которые за время работы были переданы в правоохранительные органы. Поэтому, повторюсь, система работает. Просто нужно этим заниматься очень серьезно. Ну что ж, у вас, собственно говоря, все козыри на руках. Бог вам помощь. Вы фактически уже делаете эту работу, которую необходимо делать, ну, независимо, скажем так, от того, какой пост вы занимаете. Большое спасибо. На прямой связи с Лайфом была Яна Лантратова, член Совета при Президенте по правам человека.